Вести Карачаева, Черкесия В 2022 году в Карачаево-Черкесии высадили мини-сады на личных подсобных хозяйствах. И в Карачаевске состоится первенство Карачаевой-Черкесии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Далее об этих и других темах подробнее. Сегодня день воинской славы России. 80 лет победы в Сталинградской битве. Это дата величайшего подвига, гордости и доблести бойцов Красной Армии, всего советского народа. Бои за Сталинград – важный переломный момент в Великой Отечественной войне, где противостояние двух противоборствующих сил закончилось победой советских войск. 200 героических дней и ночей обороны Сталинграда за каждый дом вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Массовый героизм бойцов, защищавших город на Волге, навсегда вписан в историю страны и запечатлен в памяти наших граждан. Об этом свидетельствует более 200 исторических мест, посвященных этому самоотверженному событию. Почти тысячи наших отважных земляков были участниками Сталинградской битвы, из которых 147 человек награждены медалью за оборону Сталинграда. «Вечная память погибшим героям и слава тем, кто вышел живым из этой смертельной схватки», написал в своем официальном телеграм-канале руководитель Республики Рашид Тимрезов. В Совете Федерации России проходит выставка, приуроченная к десятилетию Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», на которой представлены и работы из Карачаева Черкесии. Невероятные по своей красоте горные пейзажи, снимки растительного и животного мира Тибердинского национального парка уже не первый год украшают экспозицию «Первозданной России». Так, знаменитая фотография западно-кавказских туров стала одним из природных символов России. 17 февраля новую экспозицию, которую пополнили интересные фотографии из разных уголков России, можно будет увидеть в новой Третьяковке. В Карачаевой Черкесии завершился региональный этап конкурса «Педагогический дебют-2023». За право представлять нашу республику во всероссийском финале боролись молодые педагоги из всех уголков Карачаевой Черкесии. Победу одержала преподаватель школы номер 6 республиканской столицы Альбина Губинская. «Для меня это было неожиданно и очень приятно, потому что можно сказать, что каждый из нас является все-таки вершителем своей судьбы. И для меня это тоже шанс куда-то дальше развивать свою педагогическую деятельность, свою профессиональную деятельность и где-то развиваться в своей карьере. Поэтому я считаю, что это очень важно. Я всегда вспоминаю фразу своих педагогов, «Если ты не волнуешься, значит, ты что-то сделал не так. Если же волнение присутствует, значит, ты все делаешь правильно, ты двигаешься в правильном русле». Для меня примером были мои учителя, которые поддерживали меня на всех этапах моей жизни. Я считаю, что учитель должен продолжаться в своем ученике. И, безусловно, мы воспитываем будущее поколение. Поэтому я считаю, что профессию я выбирала, исходя из этих выводов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза в своем официальном телеграм-канале сообщил, что в этом году в республике начнется строительство четырех объектов образования. Принято решение о строительстве нового учебного заведения в Адыге-Хабле на 600 мест. С его открытием будет решен вопрос второй смены, а для учеников будет создана комфортная и современная образовательная среда. В шестой школе Черкеска будет построен новый корпус на 400 мест. В этом же году начнется строительство новой школы в Кардоникской на 165 мест и учебного корпуса для общеобразовательного лицея интерната имени Хабсироковой на 265 мест в Хабезе. К новому учебному году также планируется открытие одного из крупнейших образовательных объектов в регионе новой школы на 960 мест в Учкакене. Всего в этом году капитальный ремонт пройдет в 19 школах республики. Мини-сады интенсивного типа высадили на территории подсобных хозяйств Карачаевой Черкесии в рамках республиканской программы по развитию садоводства в прошлом году. В рамках реализации ведомственной целевой программы развития садоводства в Карачаевой Черкесии поддержка оказана трем сельскохозяйственным потребительским и перерабатывающим кооперативам, включающих в себя 90 ЛПХ. Грант предоставляется на поддержание и обновление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Всего ее участниками стали 315 личных подсобных хозяйств. В прошлом году высажено 90 мини-садов. Закладка садов интенсивного типа произведена на площади более 31 гектара. Члены общественной палаты Карачаевой Черкесии в рамках выездного мониторинга ремонта республиканских образовательных учреждений вместе с представителями профильных министерств и родительской общественности посетили школу номер 3 города Черкеска. Какие выводы они сделали, побывав на объекте, рассказала председатель общественной палаты республики Елена Лешова. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе, и нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Третий год подряд в республиканской столице продолжается реализация программы социальных контрактов для поддержки горожан в бизнесе, поиски работы и преодолении сложной жизненной ситуации. В этом году в Черкесске планируется заключить порядка 300 таких соглашений. За предыдущие два года эту меру государственной поддержки получили 632 жителя. В прошлом году большинство, 174 договора, были оформлены на осуществление предпринимательской деятельности. Радует востребованность именно этого вида поддержки. Горожане, открывая собственное дело и расширяя свой бизнес, создают в городе новые рабочие места, отметил мэр республиканского центра Алексей Баскаев. Республиканский институт повышения квалификации работников образования провел семинар для учителей карачаевского языка литературы республики, посвященный памяти ученого-тюрколога, заслуженного деятеля науки Карачаевой Черкесии Ханафис Юнчева. В день столетнего юбилея великого лингвиста, собравшиеся, отдали дань уважения работам, зазложившим фундамент становления образовательной программы карачаево-балкарского языка. Комментирует информацию ведущий научный сотрудник карачаево-черкесского института гуманитарных исследований Мария Булгарова. Сегодняшняя задача спасения языков малочисленных народов в какой-то степени сейчас зависит от того, как мы используем наследие наших первых ученых, очень скромных, но великих. Студенты Медицинского института СКГА решили возобновить работу по оказанию помощи военным врачам госпиталя в Ростове-на-Дону. Очередная группа в составе 10 человек уже отправилась, чтобы исполнить свой гражданский долг. Это студенты 6 курса, которые уже не единожды там побывали, двое ребят поехали впервые, однако они тоже имеют определенный опыт обучения не только в родном вузе, но и в медицинском колледже. Поэтому я уверен, что с поставленными задачами ребята справятся, отметил ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров. Пребывание в военном госпитале продлится две недели, затем их сменит другая группа. Под контролем управления Россельхознадзора из Национального парка Карачаево-Черкесии в Северную Сетью-Аланию отправились краснокнижные зубры для увеличения популяции. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Цурида Агирова. На животных были оформлены необходимые ветеринарные свидетельства, маршрут следования согласован с управлением Россельхознадзора. Зубры преодолели 350 километров пути. После прибытия животных поместили в карантинный вольер в заказнике Турмонске. Спустя месяц по завершении карантина все животные будут выпущены в дикую природу. Нынешний завоз и выпуск зубров – часть стратегии по восстановлению популяции. К концу 1990-х годов вольные популяции чистокровных зубров на Кавказе были практически уничтожены. А всего в России осталось менее 200 особей этих животных. Сейчас главная задача – создание новой группировки на базе турмонского заказника. Жители Карачаевой Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. О правилах кибербезопасности напоминает начальник отдела отделения Банка России по Карачаевой Черкесии Ольга Щекланова. Если гражданин получил предложение о работе с требованием оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит отвечать на такие сообщения и тем более передавать незнакомым людям персональную информацию – данные карты ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» можно найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения. Жительницу Карачаевского района осудят за незаконное получение социальных выплат в крупном размере. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 57-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса страны «Мошенничество при получении выплат, совершенные в крупном размере». Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачаева Черкесия по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, весной 2013 года обвиняемая обратилась в отделение Пенсионного фонда России по КЧР в Карачаевском районе, подав заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты и пенсии по инвалидности. Женщина предоставила подложные документы о признании ее инвалидом по общему заболеванию. В период с весны 2013 года по июль 2017 ей выплатили более 679 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Причиненный преступлением ущерб возмещен. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. МТС объявляет о запуске МТСП, сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис доступен абонентам любых операторов и позволяет добавлять карты российских банков в приложение МТСП и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. Жители Карачаево-Черкесии смогут воспользоваться бесконтактной оплатой уже с марта этого года. Вышел седьмой том Государственной племенной книги лошадей карачаевской породы. Издание позволяет изучать эволюцию пород, объединяет деятельность селекционеров по совершенствованию той или иной породы и способствует рациональному использованию ресурсов племенных животных. Книга является продолжением ранее изданного шестого тома Господем книги лошадей карачаевской породы, а также Господем книг горских пород лошадей. Архы стал лидером по туристическому потоку среди курортов Северокавказского федерального округа за прошлый год. В прошлом году всесезонный курорт Архы стал также лауреатом национальной премии Горы России. Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северокавказского федерального округа». Воспитанники городской спортивной школы номер один «Черкеска» достойно выступили на окружном финале соревнований по баскетболу «Локомотив школьная лига» и теперь готовятся к суперфиналу России «Локобаскет». Финальные матчи среди сборных Северокавказского федерального округа прошли в Ставрополе. Виктория Наумова и Илья Пазин принесли своим командам 17 и 15 очков соответственно. 3 и 4 февраля в Карачаевске состоится первенство Карачаевой-Черкесии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного тренера России Алхаза Чучаева. Состязания являются отборочными на юниорское первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков завтра по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в горах небольшой снег, мокрый снег, утром местами туман, кололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Днем в горах 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7, в горах местами от 0 до минус 5. Местами на дорогах гололедится. В горах Карачаевой-Черкесии свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесии днем без существенных осадков, утром туман, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедится. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!